Василий Федорович Тим — русский живописец и график из астзейских немцев, создатель батальных и жанровых сцен, академик Академии художеств, издатель русского художественного листка. Биография — родился в усадьбе Зоргенфрай, ныне в Риге, в семье бургомистра Фридриха Вильгельма Тима. Его сестра Эмилия в 1839 году обвенчалась с художником Карлом Брюловым. Начальное художественное образование В.Ф. Тим получил в родном городе, а затем, перебравшись в Санкт-Петербург, посещал в качестве постороннего ученика класса Императорской Академии художеств, в которой главным его наставником был профессор Айза Уйервейт. Путешествие и творчество за свои успехи в баталлической живописи он награжден от Академии двумя серебряными медалями «Малый и Большой». Тим окончил курс в Академии в 1839 году со званием художника 14 класса. Через пять лет после того отправился в Париж, работал там под руководством ЭО. Верне, сделал оттуда поездку в Алжир и участвуя в парижских салонах, обратил на себя внимание любителей искусства картинами «Русский фельдегерь». Взятие с Малой и Арапа импровизатору Бабелевецкой башни в Алжире, вернувшись в 1849 году в Санкт-Петербург, принимает участие в иллюстрировании знаменитого сборника «Наши списанные с натуры русскими» и многих других изданий. Сближается с Ф. Булгарином и Н. Гречем, принимает участие в художественном оформлении их произведений. Основная часть гравюр Тима выполнена в технике ксилографии и литографии. Современники называли его «Русские гаварни за изящество и тонкий юмор книжной графики». Коллекционированию тимовских изданий посвящали свои труды и средства многие русские библиофилы. Тим много путешествовал по России, посетил Кавказ, где еще шла борьба с горцами, и во время крымской кампании находился приучаствовавших в ней великих князьях. За его акварельные и карандашные рисунки, большое количество которых находится в альбомах особо императорской фамилии. Императорская академия художеств в 1855 году возвела его в звание академика-издательская деятельность. Начиная с 1851 года, по высочайшему соизволению предпринял издание периодического сборника литографии с небольшим объяснительным текстом. Под заглавием «Русский художественный листок», в котором помещал как свои собственные рисунки на камне, так и исполненные другими художниками. Большинство рисунков было перенесено на литографский камень самим Тиммом. Журнал выходил в свет в течение 11 лет, с 1851 по 1862 годы, до тех пор, пока из-за болезни глаз художник не прекратил издание. Примеры литографии Тима «Отъезд из России и смерть». Вскоре после прекращения издания «Русского художественного листка» Тима уехал в Германию и в последние годы своей жизни заведовал частным керамическим заведением в Берлине. По рисункам В.Ф. Тима из «Русского художественного листка» совершенствовали свое мастерство граверы. П. 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 Желосины и художник Энас Эльфимов, которые проживали в Солочи и готовились к поступлению в Академию художеств, библиографии, книги, альбомы, периодические издания и сборники с иллюстрациями. Тима Василия Федоровича Тима Кастун с рассес в лист. 24 листа литографии изданных ДЦАРа в 1840-х годах. Отпечатаны у Лемерсье в Париже без обложек. Крокис рассес в продолговатый лист изданные ДЦАРа в 1840-х годах. 31 лист литографии отпечатанных в Париже у Лемерсье в черном и раскрашенном виде, без обложек, великолепная русская эзбука. Подарок для добрых детей номер один у издателя, надворного советника СТ, ГУРО, СПБ, 1844-8 градусов, 32 СТР, ИЛЛ, виды России. Гравюры на столе из памятных книжек, издаваемых военной типографией, в семи тетрадях, СПБ, печатана в литографии Полторацкого и Лена, 1862-й год, 12 градусов, всех видов 71. Военные сцены гравюры на столе из памятных книжек, издаваемых военной типографией, в пяти тетрадях, СПБ, печатана в литографии Полторацкого и Лена, от 1862 до 64 грамма, 12 градусов, 41. Одна гравюра «До царага тилеж с рассес», продолговатая 4 градуса 34 листа литографии отпечатанных в Париже у Лемерсье в черном и раскрашенном виде, без обложек, картины русских нравов. В шести книжках «СПБ» 1842-43 издание «Юа-Юнгмейстера» 16 градусов более 300 виньеток в тексте «Каммираже» посвящено А.С.С. Деймс. Рисунки гравированы на дереве «СПБ» в типографии «Эмальхина» 1844 год 12 градусов 32 стр «Листок для светских людей» «СПБ» 1843-45-4 градуса «Периодический журнал» Всего вышло 70 номеров 4 Ненум, СТР в номере «Виньетки» в тексте «Гравюры на дереве», литографии на страницу «Описание священного коронованиях императорских величеств» ГОС «Импер» Александра II ГОС «Импер» Мария Александровна «Всея Россия» 1856 в большой лист заглавный лист плюс 108 СТР «Илл» в тексте на отдельных листах 200 подносных ЭКЗ «Печатная правда» «СПБ» у издателя ЮА «Юнгмейстера» у «Полицейского моста» в доме Катамина Тип Эдуарда Веймара от 1858 до 16 градусов Титл плюс 47 СТР «Илл» в тексте «ГР» на дереве «Подарок, кстати, детские повести каноника Шмидта» «СПБ» от 1843 до 8 градусов «Илл» в тексте «ГР» на дереве 6 раскрашенных литографий вне текста «Райская птичка» «Мечтание» «СПБ» в типографии «Плюшара» от 1841 до 32 градуса 3 загаль листа плюс 117 «Илл» 5 «Грей» на дереве в тексте «Робинзон Крузе» «Роман для детей» «Сочинение Кампи» «Перевод с немецкого В» «Межевича» «Ист» 2 «СПБ» в тип «Импак» «Наук» от 1846 до 16 градусов в двух частях «Ч-1» 2 загаль листа плюс 12 плюс 224 «Ч-2» загаль лист плюс 248 СТР «Семь виньеток» в тексте «Рес» на дереве «Русский иллюстрированный альманах» с двумя стами рисунками, гравированными на дереве «СПБ» в тип «Якова 3» от 1858 до 4 градуса «Четыриненом» плюс 224 СТР «Русский художественный листок» 1851-1862 год «Текст в 4 градуса» «Литография в лист» «Старинная сказка об Иванушке и дурочке» «Сочи» «Н Полевого» с рисунками «Тима» гравированными «Бернардским», «Вайткером» и «Бланди» «СПБ» 1844 год «Суворов» «Сочи» «Фадея Булгарина» 100 рисунков «В» «Тима» гравированных на дереве «Бароном Клоттом», «Бароном Нительгорстом» и «ГГ» «Лавелема Парре» «Ист» «МД» «Алхина» «СПБ» «Тип» «Фишера» 1843 год 143 СТР «Цилл» 8 градусов Театральный альбом «Тетр» 1,2 3,4,18,42,43 в лист «Илл» 3 летит Листа 8 листов портретов 4 листа Крокат текст в 2 столбца Ноты Физиология Петербурга Составленная из трудов русских литераторов под редакцией Н. Некрасова С.П.Б. Ист. А. Иванова От 1844 до 8 градусов В двух частях Ч.1,2, Заголь, Лист плюс 301, плюс 1 Н С.Т.Р. Ч.2,2, Заголь, Лист плюс 274, плюс 1 Н С.Т.Р. Илл В тексте О.Т.Д. Фурман П.Л. Монах для детей Составленный П. Фурманом С картинками С.П.Б. 1847 минус 12 градусов 181 плюс 3 Н.С.Т.Р. Илл Гравюры на дереве в тексте Хронографическое обозрение русской истории По методе А. Ивинского С портретами рисованными Тиммом и гравированными Н.Т.Л. Горстом С.П.Б. В типографии М.Д. Ольхина 1845 минус 8 градусов Заголь, Лист плюс 48 С.Т.Р. Илл Гравюры на дёрт В тексте две карты Хронографические вне текста Источники В.А. Верещагин Русская карикатура С.П.Б. 1911 год Тимм Василий Федорович Энциклопедический словарь Брукгауза и Ефрона 86 тонн С.П.Б. 1890 1907 Тимм Василий Федорович В словаре Балтишес Биографишес Лексикон Диджитал